всем привет это швейцария влог и сегодня я вам покажу что у меня в рюкзаке моем видео фото рюкзаке 2020 году поехали итак поехали мой рюкзак видеорюкзак что я обычно с собой нашел на съемки что там есть какие камеры сейчас вы увидите рюкзак я использую про тактик от лови про про тактик 450 а в на самом деле он мне немножко уже маленький потому что я люблю носить с собой все необходимое на всякий случай до хрена всего нашу он весит просто как чугунный мост но я такой ничего не могу с этим поделать меня жутко бесит когда я прихожу на съемку и чего-то не хватает вот просто меня выбешивает следующий раз я беру это то и еще куча всего чего не нужно было брать но все равно я беру мало ли что и так что у нас наружу снаружи у нас висит наш знакомый джоби это триподик такой который очень гибкий его можно повесить куда угодно использовать как угодно даже как для такого блога то есть он очень полезный и я его всегда беру ну так вот снаружи висит и абсолютно не мешается здесь очень полезно идет к такой такая сумка которая вешается на на сам рюкзак он идет в комплекте с рюкзаком здесь я ношу обычно дополнительный батарейка своим камерам это батарейки для моего джаж пятого panasonic и батарейка для sony alpha 73 их у меня много поэтому достаточно здесь место и все они вмещаются если съемка длинная обычно длинная съемка это около пяти шести часов в принципе мне хватает этих батарей и так снаружи у нас такие карманы здесь у меня визитки с этой стороны дополнительный провод тайп-си usb тайп-си чтобы зарядить там телефон либо еще какую технику дополнительный light и так далее итак открываем рюкзак что у нас там поехали это мы немножко поднимем потому что немножко мне мешается домашняя студия конечно очень маленькая и здесь очень сложно сложно чего-то снимать но я стараюсь как видите я стараюсь свет звук и так далее на высоте и так вот я открою чтобы вам было видно что здесь у меня сверху видно что всюду видно и так это конечно же ремень от пик дизайн очень удобный вот такой вот у него крепление в комплекте сразу идут 4 петли которые вешаются на камеру сразу покажу камеру это джаж 5 просто рабочая моя лошадка офигенно особенно я сюда поставил вилок и позволяет снимать крутую крутую картинку после цветокоррекции естественно вот и такие вот крепления от пик дизайн ремня я повесил их две штуки на сам джаж 5 и две штуки на sony a7 3 и очень легко переключать снимается на камеры и вешать на другую очень крутая вещь советую просто маст х и так камера джаж 5 у меня здесь объектив сигма 18 35 миллиметров переходник метабонс xl 064 светосила получается у меня вместе с этим объективом объективом объектив у нас ff сколько я уже забыл здесь 18 18 18 и вместе с метабонсом получается 1 и 2 по моему чтобы вам не соврать сейчас проверим сразу так поставим до 12 12 это очень круто объектив просто бомбически вместе с этим естественно метабонс то есть метабонс дает возможность так как сигма не делает по 4 макро 4 3 байонет я приобрел этот метабонс переходник и он дает дополнительную светосилу то есть сигма у нас здесь стоит для канон байонет под канон и и f по моему называется и с помощью этого переходника метабонс я подключаю его к этой камере очень круто все работает никаких переканий нет плюс после последнего или предпоследнего обновления josh 5 теперь снимает с офигенным автоматическим автофокусом просто никаких проблем нет единственного шумит немножко постоянно работает автофокус но это к этому можно привык ничего страшного и так это josh 5 откладываем в сторону ремень тоже в сторону у меня всегда с собой микрофон road pro он имеет питание здесь батарейка обязательно плюс этого микрофона в том что это очень круто он авто сам включается не надо думать включен у тебя микрофон или нет он сам автоматически подключать как только вы нажимаете кнопку записи на камере очень круто вещь бомба пушка обязательно с собой батареи батареи до батареи можно через юсби обычно подключить и зарядить свет звук и так далее обычно у меня две с собой штуки на сейчас у меня это flash вспышка вспышка для sony очень крутая она недорогая и на самом деле она очень хорошо и работает и выполнять свои функции на все сто процентов я ношу кучу всяких проводов с собой чтобы заряжать вдруг кому чего телефон там камера свет звук опять же все эти провода с собой есть мало ли что на всякий случай крепление для проводов для josh 5 то есть чтобы если я подключаю на камерный монитор то это позволяет сохранить сами гнезда креплений в тушке камеры этот идет тоже в комплекте с камерой при покупке не надо дополнительно тратить деньги тратить деньги вот такая очень полезная вещь это футляр под ваши sd-карты и не только sd здесь микро sd sim-карты очень вещь полезно так выглядит здесь еще есть ключик для открывания самого айфона на всякий случай это что у нас и так чехол вы видели обязательно с собой петличка потому что я очень часто снимаю интервью на каких-то мероприятиях и она просто необходима очень часто то есть петличка раут 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 вайлс гоу беспроводная петличка очень круто то есть ее можно использовать с помощью dead cat можно использовать просто повесив на клипсу так тоже здесь есть микрофон со саму-саму и самом передающем устройстве а также у меня есть для более качественного звука тоже от раут микрофон петличка через переходник вешается человек который дает интервью пожалуйста все работает все очень круто и звук получается очень качественно единственная петличка должна быть то есть сам ресивер который установлен на камере он должен быть в прямой видимости с устройство которое принимает звук оно должно быть просто но вот напрямую еще у меня свет погас класс но пока вроде нормальная картинка у нас а и тут свет погас вообще класс подготовился очень круто да и так будем делать покажет не погаснет следующий у нас камера sony sony камера с объективом 24 105 это китовый объектив я купил вместе с тушкой просто бомбическая штука классные фотки классное видео просто ну просто бомбическая вещь конечно города не обошла я до сих пор выплачиваю за нее кредит и взял в кредит к ней идут у меня в сумке объективы первый объектив это объектив от сам янга 85 миллиметров практически это аналог джи мастер для sony даже я смотрел очень много обзоров причем купить объектив принципе он даже круче чем джи мастер единственная конечно задержка небольшая есть автоном фокус там и так далее немножко немножко задержка ну там практически доли секунды ну а так принципе цена-качество мама дорогая вот такое большое стекло у него 80 бомбических миллиметров это портретный объектив очень крутой очень советую очень советую сам ян конечно молодцы корейцы рулят уже и объективы корейские и машина корейская то есть переходим на корею следующий тоже сам янг очень широкий ширик значит сколько у нас здесь здесь по моему 14 миллиметров до фиксировано 14 миллиметров светосила 2 и 8 2 и 8 14 миллиметров 85 миллиметров у него светосила еще больше всем скажу светосила 14 14 вообще бомба 14 и 2 и 8 что еще мне в рюкзаке естественно для протирочки такие вот штучки а обязательно я забыл объектив обязательно у меня в отделении для ноутбука лежат эти фильтры ндшники ндшник от key and f концепт это у меня не подым х 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 77 миллиметров это для sony это как раз таки для 85 миллиметров от от Samyang у меня 77 мм, это самый большой у меня ND, 77 мм, это 72 мм, тоже от KNF Concept и еще один фильтр поменьше, 67 мм от Hama, Hama The Smart Solution вот такой вот фильтр, три фильтра на все объективы у меня, что у меня еще здесь, у меня еще в кармашках есть это ND под мою Osmo Pocket и всякие проводки тоже ну вот эта вот вещь, это я не знаю, это такой интересный свет LED свет, включается через USB в блок питания, допустим, вот эту переносную, батарейку переносную и дает очень яркий свет, если что-то нужно подсветить, допустим на столе, какую-то макросъемку то есть помогают, если две батарейки поставить с двух сторон, можно поиграть со светом ну, я ни разу не пользовался, но я думаю, очень будет полезно иметь такое на всякий пожарный случай в принципе, это все, естественно, у меня с собой всегда обязательно, я забыл положить где он у меня, сейчас я вам покажу у меня всегда варьируется варьируется у меня всегда варьируется у меня всегда варьируется наполнение моего рюкзака в зависимости, какая съемка также я использую вот этот вот супер классный свет от Aputure я не помню, как он называется по-моему, M.S. как это называется M.S. Epicure M.S. где от него? чехол вот он идет этот свет идет вот в таком вот чехле тоже карабинчик есть можно повесить сверху, если у вас уже не хватает места в сумке, как у меня то есть это очень полезно идет свет такие две два диффузора вот это LED такие лампочки у него два диффузора и еще есть такой диффузор для еще более мягкого света он вот так вот крепится и так же идет и так же идет голова для крепления на камеру допустим либо на клетку либо можно просто его открутить и поставить где-то рядышком под уклоном или так он очень мощный у него большой разброс от самого теплого до самого светлого то есть самого белого света вот у меня самый теплый сейчас стоит вот это легким движением руки он становится холодным и яркость так же меняется с помощью легкого переключения и так же у него есть функция бустер бустер дает очень яркое на короткий промежуток времени потому что это очень употребляет большое количество батарейки то есть вот он мощный мощный свет единственный минус быстро садится очень быстро но если что-то быстро снять какое-то интервью быстро с камеры why not очень неплохой свет очень советую так же у меня свет который был на заднем плане это тоже был Aputure тоже забыл как называется с функцией каких-то эффектов там по лицу можно включить включить какое-то свечение свечи свечение свечи неважно то есть тоже разные цвета можно ставить это какого-то там дикого голубого там зеленого розового красного и так далее на магните очень удобно то есть что-то подсветить как я подсвечу обычно своей видео но он сел в принципе в принципе это все так же я сейчас использую свою камеру Blackmagic Pocket Cinema камера 4K с объективом Leica 1260 по-моему он у меня и на камерный объектив Small HD то есть Small HD тоже иногда идет со мной в рюкзаке сейчас его нет а ну еще у меня здесь батарейки всякая мелочь всякая мелочь все в принципе это все да иногда я беру с собой также для своей Osmo Pocket 7 камера такие переходники от как же он называется Fitek Fitek по-моему так называется сейчас я вам покажу в камеру вот если видно вот так на магните тут ND-шники все держатся примагничиваются к базе у меня здесь по-моему от 8 до 8 64 и 32 и широкая линза которая дает более широкий угол не надо вытягивать руку потому что это самый большой минус данной камеры от DJI Pocket Camera и этот широкий широкоугольная линза переходничок дает более широкий угол и можно держать на комфортном расстоянии от тебя если ты сам себя снимаешь она очень классная для влога то есть к ней подключается вот этот вот микрофон Wireless Go через переходник который тоже дополнительно покупается и вы можете писать очень крутой чистый звук крутой картинки с ND-шным фильтром либо с вот этим переходником на широкий угол очень полезная штука очень советую так в принципе это был мой рюкзак в 2020 году спасибо что смотрели до конца обязательно подпишитесь поставьте лайк комментарий либо какие-то вопросы на которые я смогу вам ответить в очень короткое время с удовольствием пишите подписывайтесь ставьте колокольчик до новых встреч пока 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 Продолжение следует...